Четыре признака в отношениях, которые говорят о том, что ваша женская забота не нужна мужчине. Все, что я делала или делаю сейчас, он это все просил, ну, потому что я так чувствую, потому что мне так кажется, вместо этого я еще и получаю претензию, что я как-то не так помыла, я как-то не так вытерла стол, я как-то не так воспитывала детей. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я психолог, и прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Первый признак и, возможно, даже вопрос. Все, что я делаю для мужчины, все, что я делаю для мужа, все, что я делаю для парня, вот прямо сейчас задумайтесь, просто представьте некий список, что вы делаете для мужчины, либо если вы сейчас не в отношениях, вспомните прошлого мужчину, что вы делали для него. Представьте это в виде списка, может быть, в виде какой-нибудь метафоры, видимо, в виде какой-то картинки, и спросите себя, все, что я делала или делаю сейчас, он это все просил, либо же следующий дополнительный вопрос, а с чего я взяла, что все, что я делаю для мужчины, по отношению к нему или ради него, с чего я взяла, что все это ему нужно? И если ваш ответ, ну, потому что я так чувствую, потому что мне так кажется, ну, потому что так надо или потому что так делают все, я могу точно сказать, что вы точно делаете много лишнего, и также не делаете то, что на самом деле ему нужно. Сейчас я объясню. Это называется гиперзабота, это называется гиперопека, когда мне кажется, что я сам знаю, что человеку нужно, мне кажется, что мне лучше знать, что, в чем он нуждается. И понимаете, в моем понимании забота – это, в первую очередь, беспокойство о потребностях человека. Но как я могу беспокоиться о потребностях человека, если я этих потребностей не знаю? Если я эти потребности даже не пытался прояснить, даже не пытался сопоставить? Может быть, не думал об этом, может быть, не было времени, может быть, было не до этого, или, может быть, казалось, и так все хорошо, да, а потом выяснилось, что что-то не так. Поэтому, если вы не разговаривали с мужчиной, если у вас не было какого-то диалога, знаете, такого синхрон, диалог синхрон, где вы синхронизируетесь, я могу дать совет. Распишите весь список того, что вы делаете для мужчины, и подойдите к нему в какое-нибудь удобное для вас время, и спросите, дорогой, а можешь подчеркнуть из этого всего, что тебе нужно, а что я делаю лишним? Просто интересно. И просто попробуйте это сделать для эксперимента. Вас ждет большое количество открытий. Именно поэтому я считаю, что в отношениях важный пункт, это, знаете, это некое такое любопытство к партнеру, некое исследование партнера, и некое, знаете, себе понимание, убеждение, что да, возможно, я что-то понимаю о мужчинах, и, возможно, даже многое, но конкретно об этом мужчине я не все знаю, и поэтому лучше прояснять, лучше уточнять. И, пожалуйста, забудьте про такие убеждения, что любящий человек должен знать что-то кому-то там нужно, или если муйня мужчина любит, например, значит, он точно найдет ко мне подход. Это детская инфантильная позиция. Взрослая позиция – это когда, если мне что-то надо, если у меня есть какой-то вопрос, я задаю вопрос. Если я хочу понять, что нужно человеку, я не должен догадываться. Я могу задать вопрос, и тогда взрослый человек мне даст взрослый ответ. Единственное, когда я должен догадываться, угадывать – это когда я мама, и у меня, например, годовал ребенок, который сам не знает, что ему нужно. И в данном случае мама сама должна знать, быть вот этим взрослым, взрослой фигурой, которая лучше знает, что нужно ребенку, и дает ему это, и закрывает его потребности. Во взрослых отношениях вы не мама, а он не ваш ребенок. Вы два взрослых человека. Зачем я это все говорю? Чтобы избежать проблемы. Какая ключевая проблема? Как часто женщины жалуются? Я ему все, а он не ценил. Я ему все, а он не благодарил. Я всю себя отдала. Я пожертвовала карьерой. Я ради него. Вот чтобы не было самопожертвований, чтобы не было, когда вы часть себя отрываете, отдаете, жертвуете в отношениях, чтобы этого не было, важно, чтобы был некий синхрон и диалог. И чтобы вы были точно уверены, что да, то, что я, то, как я взаимодействую с мужчиной, это действительно то, что делает его счастливым, а не то, что мне кажется, мне предполагается, что ему нужно. И, конечно же, такое же важно и с детьми, да, там, с подростками иногда прояснять. И, наверное, если вы вспоминаете свое детство, наверное, большинство из вас, вы бы мечтали о таком разговоре, когда бы к вам пришла мама, либо мама с папой, и спросили, «Доченька, скажи, а мы можем с тобой синхронизироваться, да? А что тебе, что хорошо я делаю, что плохо, что вот я вот все, кучу всего тебе делаю, а тебе это вообще нужно?» И, возможно, кто-то у вас сказали бы, «Мам, смотри, мне, да, нравится это делать, но тут ты делаешь чересчур, мне столько этого не нужно, да?» Или «Ты вот здесь меня контролируешь». Маме-то кажется, что она делает это из лучших побуждений, понимаете? Все, что делают люди, в большинстве случаев, они считают, что они это делают из лучших побуждений. Это касается и мужчин, и женщин. И часто мы из лучших побуждений разрушаем. И часто бывает, что любовь, вот вроде бы хорошее намерение, они могут разрушать. И чтобы такого не было, следуйте этому первому пункту, который я озвучил. Следующий признак – это когда вы заботитесь о мужчине, а в ответ вы уже давно, либо только начинаете видеть мужскую агрессию и мужское раздражение. И часто это звучит в виде вопроса. «Ярослав, я дома убираю, я готовлю, я работаю, я слежу за собой, я слежу за детьми». И он приходит домой, и вместо того, чтобы сказать «спасибо» или увидеть, что все тут налажено, вместо этого я еще и получаю претензию, что «я как-то не так помыла, я как-то не так вытерла стол, я как-то не так воспитываю детей, как-то что-то я слишком худая, либо я слишком толстая». Ему все не так. И обычно это так вопрос звучит. О чем это? Вот эта ситуация – это уже как некий сигнал, это уже знак, это знаете, как красный флаг, что «эй, эй, 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 стоп, остановись». Это говорит о том, что ты слишком много делаешь ради кого-то и слишком мало для себя. И делать для кого-то что-то хорошее – это прекрасно, но если уже есть такой сигнал, уже есть такой красный флаг, это значит, что вы жертвуете собой ради чего-то. А это всегда приводит к таким последствиям, которые вы получаете сейчас. мужская агрессия. Что еще здесь важно понимать, что женщина тоже в этой ситуации агрессивна по отношению к мужчине, только ее агрессия внутри. И она ее не показывает, точнее, она ее показывает, там, если он агрессивен каждый раз, по поводу и без повода, то она агрессивна, например, раз в неделю. Она говорит обычно, «Вот я сорвалась, ты меня довел, я тут вот терпела». Опять же, это пункт про то, что ваше, все то количество, все то, что вы делаете ради, либо для мужчины, это чересчур, это too much, да, на английском, too much. И вам нужно остановиться, и весь этот объем, который вы отдаете мужчине, вам нужно хотя бы часть этого объема начать направлять на себя. И я понимаю, что легко сказать, мне легко об этом сказать, но это не так просто сделать, это не просто логическое решение, и если вы начнете так делать, то наверняка вы тоже получите еще агрессивную, еще более агрессивную реакцию мужчины, да, по отношению к себе. Поэтому здесь важно, чтобы у вас была поддержка, здесь важно, чтобы у вас были знания, поддержка, правильное окружение. Потому что в этой, если вы сейчас в этой ситуации находитесь, вы одна, вы одинока, и все против вас. И в этой ситуации, конечно, сложно, ну, когда нет знаний, нет ориентиров, нет понимания. Поэтому я приглашаю вас на бесплатный курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению в формате вебинаров на протяжении нескольких вечеров». Это абсолютно бесплатно, где ты можешь получить знания, поддержку, заряд мотивации, истории успеха, много тоже классное окружение участниц. И это все на протяжении нескольких вечеров и абсолютно бесплатно. Прямо сейчас кликай по ссылке и записывайся. Следующий признак, который звучит так. «А даю ли я мужчинам, мужчине, мужу или вообще людям, может быть, даже каким-нибудь блогерам в интернете или на YouTube-каналам на YouTube, либо блогерам в Instagram? Даю ли я советы, которые у меня не просят? Выражаю ли я мнения, которые у меня не спрашивают?» Человек, который раздает советы, которые у него не просят, ему что кажется? «Я делаю благо, я делаю людей лучше, вот я же если бы не посоветовала ему что-то, он, наверное, об этом бы не узнал. Я же вот ему советую, как ему вести себя с начальником, я же ему вот советую, как ему вести бизнес. И с хороших же побуждений, я же не желаю ему ничего плохого. И поэтому человеку, который раздает вот эти советы, ему кажется, что он благодетель. Но я повторю, если вы действительно заботливы о другом человеке, в данном случае о мужчине, вы задаете вопрос, а ему нужны ваши советы или нет? И в большинстве случаев женские советы воспринимаются мужчинами либо а агрессивно, они агрессивно на это реагируют, либо б слабые мужчины пользуются женскими советами. Для чего? Для того, чтобы потом переложить на нее ответственность. Простое правило, если ваш совет не спрашивают, значит, он не нужен. Если вы раздаете советы, которые вас не просят, если не просят, значит, это не нужно. Но если у вас есть большая потребность раздавать советы, а еще в идеале, чтобы для людей, которые это действительно просят, подумайте о таком любимом деле. Возможно, вам нужно завести блог в интернете, возможно, страницу в инстаграм, возможно, ютуб-канал, возможно, вам нужно стать специалистом в этой сфере, и тогда к вам будут со временем, если вы достигнете определенного уровня, к вам люди будут обращаться, еще и платить деньги за советы. Я думаю, что, может быть, это знак как раз об этом. И четвертый пункт звучит классически. Ради детей. Я живу ради детей. Все ради детей. Я в браке с тираном ради детей. Он меня бьет, я терплю, но я ради детей. Он алкоголик, но мы живем вместе ради детей. Или я развелась мужчина, и теперь я живу ради детей. Главные люди в моей жизни это дети. И часто вы можете увидеть в интернете такие инстаграмы, странички, где подписано «Я мама самого замечательного сыночка». Или «Мой самый главный мужчина в этой жизни это вот мой сынок». Или «Я самая лучшая мама вот таких детей». Или на аватарке вы можете видеть маму с ребенком. Либо же вы можете на инстаграм страничке женщины видеть у нее очень много фотографий с ребенком. В большинстве случаев это говорит о том, что смысл жизни этой женщины это дети. Проблема в том, что это не нужно детям. Но дети этого не понимают, конечно же, потому что они маленькие. Единственное, что нужно детям это счастливая мама. Что от мамы они хотят? Они хотят видеть ее счастье. А не то, чтобы она жертвовала собой ради них. Потому что если вы жертвуете собой ради детей, например, вы учите детей чему? Что смысл жизни это жертвовать собой. Смысл жизни это посвящать себя какому-то другому человеку и возможно даже близкому. Это психологические травмы, это психологическое разрушение, и это не приводит к чему-то хорошему. И здесь тоже совет, что вам нужно всю ту энергию, которую вы направляете на детей, вам нужно начать направлять на себя. И от этого вы не станете эгоисткой. При этом, если вы в отношениях с мужчиной, но вы посвящаете всю себя детям, в итоге на вас будет злиться, агрессировать и мужчина, потому что ему, конечно же, это не окей, потому что для него ненормально, что вы были замужем за мужчиной, а теперь вы становитесь замужем, например, за сыном, либо же за детьми. Если подробнее вам важно разобраться в теме психологии отношений, в психологии мужчин, разобраться с темой как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения, прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке, записывайтесь на бесплатный онлайн-курс в формате вебинаров и до встречи. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока.